Как следует рассмотреть, что вы, собственно, делаете? Сравнить то, что у вас есть, с натурой и наметить дальнейшие планы, что вы дальше будете делать. Не тыкать бессмысленно на ручку куда-нибудь попадя, а подумать, с каким участком дальше будем работать. И теперь, вот сразу видно, где вы уже начали спешить и уставать. Смотрите, у вас вот здесь вот и вот здесь вот точки стоят сливаться в линии. Вещь совершенно недопустимая. Так, спешить не надо, за нами никто не гонится. И вот, посмотрите, это вот вы уже сегодня, сейчас взяли и прямо так вертикальную серию точек поставили. У вас наверняка появится линия в этом месте. Не надо по вертикали работать. А у него где-нибудь вертикаль есть? Нет. Псевдолинии есть, но они нужны. Они как раз на месте, подчеркиваю выступ. Да. Не надо спешить. Спасибо. 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 Рисунок стал распадаться на ряд геометрических властей. И, по сути, я в этом теневой рисунок, ты вот сейчас делаешь нечто типа заливки. Ну, давай посмотрим на теневые варианты, да? Возьму завершённые и не завершённые. Посмотри, даже если есть область с более-менее равномерным распределением точек. Подожди, я не люблю пальцами. Хотя, если присмотришь, то видишь, что вот здесь полоса более светлая, здесь точки реже стоят. Но всё равно, переходит ли она вот так резко, тем более на фоне линии, в более светлую. Или есть градиент, то есть постепенное изменение. Или вот, вот граница глазницы, да? Вот сразу мы переходим к окну белому бетну. Постепенно. А у тебя никакой постепенности, а без этого ощущение тень не возникнет. Понимаешь? Или вот, отточковал основание. Всё правильно. Но теперь посмотри, что дальше. А дальше опять градиент. Постепенное изменение концентрации точек. Ну, посмотрим. Вот здесь, вот так. Вот здесь, вот так, вот так, вот так. Всегда постепенно. Попробуем. Если не получится, я немножечко помогу, покажу на маленьком кусочке, как делаю. Но лучше, конечно, самому. Вот давай вернёмся к этому элементу. Между линией и участком точкования, видишь, белая полоса идёт? Не должно быть. Там нет внутри глазницы никакого ребра. Точки должны прямо сливаться с линией. Вот эти полосы не должны быть. Попробуй убрать. Вот у тебя здесь же вполне получилось. Вот здесь так же. Нормально. А вот сейчас более сложная задачка. Посмотри, как встроена скула. Вот здесь, вот, участок, ну вот более тёмная теневая полоса, а рядом тоже теневой, но более светлый участок. И вот совсем светлая обволочка на самом сбылочке. Светлая обволочка в глазнице. Вот попробуем. Начинаем вот так. Только не такая синяя очкования, конечно. Понятно, что вот здесь намного темненько есть. Угу. Угу. Перевыкну. Смотри на череп. Глазница контрастная выглядит на фоне костей черепа. А теперь на работе на своём. Настолько же контрастная. А когда ты тень поставишь, вот такую же полоску тени над другом, она вообще сольётся, так как она вот здесь уже почти слилась. Хотя если ты сядешь, то увидишь, что там очень, вот эта вот граница, садись. Вот эта граница, да, она очень контрастная. Как всегда, оставил светлые полосы. Вот теперь эта линия. Во-первых, саму линию усилить, поверче сделать. А во-вторых, зона точкования должна вплотную к линию подходить. Вот без всякого перерыва тень начинается от линия. Только в этом случае получишь контраст. Ну и вот этот безобразие, брать вот этот вот светлый кусочек, он очень мешается. И вот здесь, конечно. Ребят, вам ещё не надоело. Ведь я как магнитопон повторяю всем одно и то же. Выбираете белые линия вдоль участка контура. Так? И каждый раз это приходится повторять. Ну попробуйте уже сами научиться это делать. Видеть. Дайте высохнуть. Дайте высохнуть. Дайте высохнуть. Дайте высохнуть. Дайте высохнуть вашей проблеме. Поскольку у вас капли насильная, можно учесть и брать вот так, заставить питаться тоже. А потом ждать, чтобы высохнуть. Только после полного высыхания я вам покажу, как нужно с этим делом будет справиться. Так, ну-ка. Угу. Вот намного лучше. Оставь пока здесь. Давай какие-нибудь острые вырабатывайте. Угу. 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 нет, нет, там другой маршрубец срезать надо так пойду по еще бритвам нормально раз уж вы начали работать с клювом давайте попробуйте сделать внутри ноздри то что видно сквозь ноздри давайте в принципе очень хорошо вот есть такая штука, которая называется соразмерность теней вот если ты в этом месте сделал вот такую яркую тень так то это значит, что здесь вот давайте сравним тень вот здесь вот где она, где самая яркая и тень вот здесь здесь и вот здесь здесь и здесь теньер чем здесь понятно ну вот же у тебя натур по идее объем не так слепится но если ты хочешь получить действительно классный рисунок то надо заботиться о том чтобы вот такое соответствие всегда выполнялось это во-первых во-вторых вот здесь допущена опять же регулярная ошибка видишь серия светлых пространств между точками этой линии здесь нет ребра а ты сделал а ты сделал ребро здесь есть вот эта светлая полосочка это да, вот ты ее с этой стороны сделал но у тебя получилось двустороннее ребро почему? потому что вот это вот вот эти промежутки светлые вот давай пробуй жесткая граница между светлым и тенью как допустим вот здесь ну давайте вот на этом участке более плавный переход чем здесь более плавный вот эту линию сплошную душу вы зря проводили сплошной души здесь нет но это пока еще и увеличится речь всего как делаем полный переход и ну и 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 Продолжение следует... 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 Он темнее. Вот именно этого эффекта и надо добиваться. Не мазать души, это он хитро, а вот создавать такие переходы от абсолютно черной линии через темный участок к более светлым участку. И очень важно, Коль, вот это для тебя будет трудно, я понимаю. Вот здесь научишься, вот это будет самое главное. Очень важно, чтобы переход был постепенный, плавный. А это переход очень большой аккуратности. Надо, чтобы каждая точка была на своем месте. Без светлой спешки. Вот тогда все получится. Вот, посмотрю, плавный, постепенный переход от тени к более светлому участку. Получился? Да. Вот здесь более светлый, вот постепенное сгущение тени. Так? Что такое более или менее одного цвета? Более или менее всего одного цвета. Весь рисунок состоит из маленьких деталей, понимаешь? Маленькое отличие, это отличие. Слово маленькое в данном случае ничего не значит. Вот. Вот я тебе верхней краешей глазницы сделал. И сейчас покажу, как я бы поработал. Вот пол. Уже в углу не хочется. Вот здесь надо блазниться. Посмотри, я оставляю совсем светлую полосу. Но она узенькая. А она дне. Неочистотение. Смотри, что-то получаем в результате. Когда сейчас закончат кусочек. В результате мы получим два ворога. Представление опоры. Которые образуют стеной выступ. Которые образуются. Вот так вот. И вот здесь ты очень верно сопроводил шеломные линии и серийные точек. Даже можно вот так сделать. Посмотри, видишь, что я делаю? Уголки. Не всю линию шва, а только уголки усилены. Вот так. И вовсе не обязательно все уголки. Здесь нужно издарительно равниться. И изображение сразу становится более живым. Понятно? Хорошо. Попробуй вот здесь тоже самое сделать. Смотрите. Вот здесь маленький участок. Вот здесь есть теневая полоска. И здесь теневая выставка. А здесь почему-то точка. У тебя как-то с ними не сложилось. Вот здесь. Вот если здесь совсем чуть-чуть добавить. Форму клюва будет передней лучше. Угу. Ну давай, продолжаем. Ага, смотрим. Во! Совершенно вот, абсолютно мастерски зато. Ну, теперь пробуем клюв. Так. Вот я очень черный. Давай маленький кусочек сделаю. Дай-ка я все на твое место. Чтобы видеть под тем же угоном. Ага. Вот смотришь, что я буду еще измельчивать. Вот смотришь, что я буду еще измельчивать. Видишь, что я заполняю пространство на киточках. Делать это надо на нижней широкой полосе. И смотри, что получился в результате. Вот здесь я не менюрничаю. Да? Ага. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...